Добрый день, ребята! Сегодня мы начнем изучать достаточно большой блок по истории Средних веков, а в частности начнем изучать эпоху Высокого Средневековья. Эпоху Высокого Средневековья начинают изучать с XI века, потому что XI век в истории Средневековья Европы являлся переломным. В этом столетии окончательно формируются вассально-ленные отношения во многих западноевропейских регионах и даже в тех регионах, в которых феодальные отношения развивались достаточно медленно, например, как в Англии, в Скандинавии или в Германии, происходит точно такое же становление вассально-ленных отношений. В этот период времени начинается очень важный процесс в развитии феодальной Европы, а именно начинается внутренняя и внешняя канализация. Внутренняя колонизация обычно связывает с двумя такими мощными факторами. Первый фактор – это, конечно, развитие сельскохозяйства. В этот период времени усовершенствуются многие методики ведения сельского хозяйства. В этот период времени усовершенствуются также орудия сельскохозяйственные. И, конечно, это приводит к тому, что у нас появляется прибавочный продукт. При этом в XI веке у нас наблюдается климатическое потепление. На климатическом потеплении у нас начинается также колонизация новых земель. Сельское хозяйство в этот период времени, конечно, у нас не является интенсивным. Оно еще во многом является экстенсивным. И за счет вот этого климатического потепления, за счет большого, мощного демографического взрыва у нас еще начинается и освоение новых земель. И на фоне как раз расширения границ западноевропейских государств у нас также появляются города. Город у нас появляется как центр ремесла и торговли. Здесь сосредотачиваются новые формы собственности, которые были отличны от производства сельской местности. И, конечно же, проблема возникновения города является одной из актуальных тем исследований в исторической науке. И тема города мы с вами проходим на практических занятиях, но буквально несколько слов о проблеме развития западноевропейского города. И попробуем это связать в контексте как раз внутренней колонизации. Как вы помните, в V веке, когда у нас происходит массовое вторжение варварских племен на территорию Римской империи, города Западной Европы перестают быть многолюдными торгово-промышленными центрами. Они превращаются в административные центры. Здесь проживал правитель округа, граф, со своим двором, со своей дружиной. Здесь в городе имел также свою резиденцию епископ. И сюда во время войн сбегались жители округи. И поэтому, когда мы путешествуем по европейским городам, мы зачастую видим, что старый город окружен крепостными стенами. Постепенно пространство, занимаемое таким гордым крепостью, начинает разрастаться. Город постепенно эволюционирует. Он постепенно из административного центра, которым он являлся в эпоху раннего Средневековья, постепенно начинает превращаться в центр торговли. И сюда, конечно, в город, как в безопасный центр округа, начинают приезжать ремесленники, страстающие торговцы. Постепенно сюда пробегают крестьяны, которые убегали от гнета своих сеньоров. Постепенно все более и более развивается обмен, возникает рынок. Сначала этот рынок был периодически, лишь по определенным дням недели. Потом это превращается в постоянный. А рынок давал сеньору большие доходы, будь то судебные штрафы или пошлины продаваемых товаров. Иногда это были доходы за плату, за весы, за меру. И вполне естественно, что сеньор изначально был заинтересован в развитии собственного города, об упрощении этого рынка. Он брал участников рынка под свою защиту. И город, как мы видим, постепенно к XI веку превращается уже в центр торговли. Если мы будем говорить о правовом статусе города, то нужно отметить, что в правовом отношении он мало чем отличался от окружающего сельского населения. Город подвергался эксплуатации со стороны своего сеньора. Яркий тому пример является первое Страсбургское право, которое вы проходите на практических занятиях. И вполне естественно, что горожане не были заинтересованы в подчиненном находиться в положении от сеньора. Горожане часто начинают заключать мирные сделки с сеньором. Они покупали у них личную имущественную свободу за большие суммы денег. Часто бывало, что горожане добывали себе свободу путем вооруженных восстаний. И вот эти восстания за освобождение вошли в историю как коммунальное движение. И примером такой яркой коммунальной революции, опять же, вы изучали на примере города Лаана, где очень подробно описан как раз вот этот процесс борьбы города с сеньором. И мы имеем большое количество таких коммунальных революций. И иногда это восстание заканчивалось полным успехом. Иногда этот успех бывал очень кратковременным. И сеньоры иногда собирались силами, привлекали своих союзников, других сеньоров. Они могли бороться против коммуны. Они могли уничтожать эту коммуну. Но в целом мы видим, что в западноевропейском регионе появляется очень большое количество городов коммун. Причем они образуются не только в Италии или во Франции. Они появляются также в Германии и в Испании. И как это ни парадоксально, постепенно королевская власть начинает использовать в своих интересах коммунальное движение. Города постепенно становятся союзниками королевской власти в борьбе против аристократии. А если говорить о сущности города коммуны, то здесь мы можем говорить, что данный город коммуны строится по типу феодальной семьярии. Город коммуны стоит на равной ноге с крупным феодальным князем. И пользуется всеми правами, что и сеньор. Город коммуны имеет право объявлять войну, заключать мир, чеканить собственную монету, содержать собственную армию, творить суть. И только номинально он зависит от короля или от императора. Подобно тому, как номинально зависит каждый феодальный князь от королевской или императорской власти. Мы видим, что коммуна строится по феодальному принципу. Здесь точно также развиваются вассально-ленные отношения. Коммуна вовсе не стремится уничтожить феодальный способ производства. Оно фактически отвоевывает себе место вот в этом феодальном мире. И внешним выражением того, что коммуна приспосабливается именно к феодальному обществу и строится по его принципу, является... Ну, такой яркий пример можно провести. Это городской глава города, мэр. Он изображается на печатях того времени на коне, в латах, в шлеме, с копьем, за бралом. Мэр такой же фактически сеньор. Коммуна имеет обычно свою городскую башню, подобие донжона, которая имеется в замках. Имеет свою армию, если так можно сказать, даже военный отряд, который следит за порядком в городе. Коммуна имеет за городом свои земли, на которых она также эксплуатирует крестьян, облагает их оброком и барщиной. Каждая коммуна управляется городским советом. И во главе городского совета стоит городской глава, который носит в разных странах разное название. Городской совет выбирается собранием граждан. Но нужно отметить, что уже с самого начала в коммунах преобладают исключительно аристократические тенденции. Поэтому здесь мы видим, что город – это явление именно средневековой эпохи. Он организован по такому же феодальному принципу. Конечно, не все города в Европе складываются по типу коммун. Огромное большинство городов Западной Европы политических прав вообще не получало. Они получили только гражданские права. Каким образом они получили эти гражданские права? В результате договора с тем или иным сеньором. Город в результате этого договора получал хартию, в которой содержался ряд привилегий. Одни из них освобождали горожан на целого ряда злоупотреблений со стороны сеньора. Другие давали разные налоговые, судебные, иные льготы. И опять же, обращаясь к источнику, который опубликован в практике, обратите внимание на хартию города Оксфорду, которую даровал Геннер Фонтагенет. Можно также обратить внимание на хартию вольности города Лориса, которую Людовик VI даровал городу Лорису. Жители этого города получали свободу распоряжения своим движимым и недвижимым имуществом. За это горожане обязаны были заплатить небольшую денежную сумму. Также горожане получали ряд судебных вольностей. Сам судебный процесс изменялся и улучшался. Наказания в суде постепенно смягчались. Но при этом город каждый раз выкупал свою хартию, каждый раз подтверждал и выкупал эти привилегии. Города не коммуны были очень распространены во Франции и в других странах. А вот в Англии, например, таких городов не было, которые пользовались бы политической самостоятельностью. Это было обусловлено тем, что в Англии изначально была очень сильная центральная власть после нормандского завоевания. Во всяком случае, мы должны с вами обратить внимание на тот момент, что устройство города и гражданские свободы практически были одинаковы во всем западноевропейском регионе. Фактически для всего западноевропейского региона мы можем применить такую пословицу. Воздух делал человека свободным. Если человек проживал в городе один год и один день, он становился свободным. Этого правила города добились для того, чтобы городское население не заполнялось зависимыми крестьянами, то есть несвободными элементами. Несвободное население, конечно, могли бы заполнить города. Таким образом, они вновь бы подчинялись сеньоры. И опять бы сеньор стал главенствовать над городом, а горожане этого не хотели. Обращаю ваше внимание на тот факт, что горожане составляли единое сословие. И между ними уже с самого начала замечалось имущественное неравенство. И горожане в будущем образуют вот это третье сословие, которое появится в нашей сословной структуре. До появления города у нас существовало только два сословия. Первое сословие – это духовенство. И второе сословие – это дворянство. И надо было встретить те рыцарства. Вот это светские феодалы. В отношении торговли. То есть здесь мы с вами должны понимать, что средневековый город является прежде всего средоточием центра ремесла. К городу тянется определенный круг в виде нескольких деревень. Крестьяне являются в городе, где они обмениваются продуктами с ремесликами. И, следовательно, существует прямой обмен без посредников между производителями и потребителями. Но в данном случае мы видим развитие именно местной торговли. Но существовала у нас еще и торговля международная, как и междугородская. А, конечно, междугородская торговля подразумевает между собой понимание того, что города или городские округа торговали между собой. Чем могли торговать? Вином, солью. То есть теми товарами, которые необходимы были в том или ином округе. Также велась и международная торговля. То есть велась торговля между отдельными странами. Например, давно существовала торговля с Востоком. Она получила особенный толчок именно в эпоху зарождения крестоносного движения. И в этот период времени, когда у нас начинается мощное крестоносное движение, о котором мы еще с вами поговорим, то многие города извлекали из этого большие доходы. Города, в частности итальянские города, если мы даже посмотрим на карту, то увидим, то появляется очень много колоний или факторов, которые присутствуют на территории Византийской империи, на побережье Черного моря. То есть города, которые выходят за западноевропейский регион. Какие мы можем выделить два таких больших международных направления в торговле? Первое, конечно, направление – это левантийская торговля. То есть торговля с Левантом, с Востоком. Иногда эта торговля называется Средиземноморской, потому что она протекала как раз в бассейне Средиземного моря. Главными посредниками в торговле Востока-Запада были южноевропейские купцы. Это, конечно, в первую очередь итальянцы. И здесь мы можем выделить как Венецию, мы можем выделить город Пизу и город Генуэ. А затем идут южнофранцузские купцы и испанские, в частности, каталонские и барселонские. Обращаю ваше внимание на как раз Каталонию, на Барселону, то есть такой юг Франции. Тогда, вспоминаем, Барселона вошла в состав испанской марки в период правления Карла Великого. Ну и, конечно, обращаю ваше внимание на южнофранцузские города, потому что впоследствии станут богатейшими городами западноевропейского региона. И именно здесь будет зарождаться ересь. И борьба с этой ересью выльется в альбегойское движение или альбегойские крестовые походы. Куда ездили купцы? В основном ездили в восточные порты. Прежде всего, сирийские, египетские. В египетские, конечно, здесь нужно выделить город или город Александрии. Также они заходили в Константинополь, в Черное море, в Крым. Здесь были основаны такие колонии, как Феодосия, Азов. Это итальянские колонии. Какие товары везли? Ну, конечно же, товары местного производства. В основном это были либо шерсть, либо дерево. Что вывозили? Ну, вывозили, конечно, пряности. Это перец, корицу, гвоздику, мускат. Вывозили дорогие ткани, шок, бархат, парчу. И надо сказать, что итальянские как раз города, государства специализировались в дальнейшем на производстве данных дорогих тканей. Вывозили драгоценные камни, жемчуга, благовония. То есть, фактически, они вывозили чрезвычайно дорогие товары. Возили, как я уже сказала, шерсть в основном, деревянные изделия, иногда оружие. Ну, рабы и рабыни. Это вообще работорговля фактически была на первом месте. И второе такое направление, которое мы должны отметить в контексте международной торговли, это, конечно же, северный торговый путь. Это торговля на северном и Балтийских морях. По этим морям и подавших в них рекам шел обмен товарами между северо-восточным и юго-западными странами Европы. Из Руси, Польши, Скандинавии везли меха, кожа, хлеб, рыбу, сало, воск, мед. В обмен на это через немецкие реки, через фландский порт Брюгер шли на северо-восток. Сукна, полотна, металлические изделия, соль, вино, пиво. То есть мы видим, что такой интенсивный торговый обмен существовал на северном торговом пути. И, конечно же, вот эта интенсивная северная торговля привела к тому, что появляется союз, который вошел в историю как Ганзейский союз или немецкая Ганза. Ганза объединила около 80 городов. Главной артерией ее торговых операций была линия Новгород-Брюге. И везде вот на этом торговом пути и его ответвления Ганза стремилась захватить для своих членов исключительное право торговли. Это очень прекрасно прослеживается по русским источникам, по архивам, которые хранятся в Великом Новгороде. И как раз, если есть возможность, вы можете зайти как раз на сайт архива Великого Новгорода и ознакомиться с этими грамотами. Кстати, они также опубликованы, если я не ошибаюсь, на сайте Восточной литературы. В каждом городе Ганзейский союз снимал особый квартал. И вот этот особый квартал представлял собой своего рода крепость. Этот квартал был обнесен высоким забором, тщательно охранялся. Каждый двор имел торговые склады, жилые помещения. То есть это действительно появлялось такое некое государство внутри государства. И Ганза была довольно успешным таким союзом вплоть до 15 века. Помимо такого мощного Ганзейского союза, который образовался на севере Европы, существовал еще и южный такой союз провинции Шампань. Шампань на самом деле, она являлась таким центральным, таким смыкующим звеном вот Средиземноморской и Северной Тарковли. Шампань имела очень выгодное географическое положение. Товары из Средиземного моря шли по Роне, по Сене, в Шампань. Отсюда уже Ла-Манш. Они шли также, вот эти товары, германские страны. То есть вот эта выгодная речная артерия помогала переправлять товары как из севера, так и с юга. И вполне естественно, что графы Шампань всячески заботились о том, чтобы ярмарки проходили в мирной обстановке. Они гарантировали купцам полную безопасность. Даже безопасность в пути, когда вот купцы приезжали в Шампань или уезжали из Шампани. Графы заключали договора с соседними князьями, чтобы они пропускали купцов в Шампань свободно. И в случае, если договаривающиеся не выполняли условий, тогда граф Шампань принимал достаточно депрессивные меры, которые выражались именно в военных столкновениях. Ярмарка в Шампании происходила шесть раз в году в разных городах. И каждая ярмарка продолжалась под 48 дней. Так что можно сказать, что ярмарка шла почти круглый год. И самым знаменитой ярмаркой в Шампании был город Равен. Конечно же, здесь мы должны с вами обратить внимание на то, что в международной торговле, о которой мы сейчас с вами говорим, участие принимали немногие города. Фактически Италия захватила средиземноморскую торговлю, северные города, Гонзейский союз захватил северные торговые пути. И каждый город, конечно же, старался сам обслуживать свои потребности. И не всегда он мог себе позволить купить именно заграничный товар. Почему это такое происходило? Потому что иностранные купцы, которые приезжали в тот или иной город, они обязаны были вести исключительно оптовую торговлю. То есть должны были продавать достаточно большой объем товара. И не каждый купец брал на себя данное обязательство. А к тому же очень плохо дело обстояло с мостами. Не каждый купец, иностранный купец или гости, как их иногда называют, мог проехать в тот или иной город. Дороги, как таковые, не строились централизованно. Плюс мосты. Мосты начинают строить на Западе в XII веке. Возникает даже особое братство строительства мостов. И вот это братство под свое покровительство берет церковь. Церковь организует сборы на постройку мостов. Но и мосты строятся главным образом в городах. Обычные дороги эти мосты не обслуживают. Каждый сеньор заботится только о путях сообщения в своей области, в своих земельных владениях. И вполне естественно, что вот эта международная торговля, она хоть и начинает активно развиваться, но она развивается только в определенных городах. Ну и, конечно же, вот эта активная международная торговля способствует тому, что у нас начинает развиваться внешняя колонизация. И вот в контексте городского пространства мы говорим о мирной колонизации, именно о торгово-денежных развитии отношений между различными регионами. То есть мы видим, что как раз в XIX веке первый такой путь мирного развития, такого активного освоения пространства – это средневековый город. Следующее такое массовое уже военное направление активной колонизации мира – это крестовые походы и реконкиста. И прежде чем мы будем говорить о таком мощном военном движении, которое зарождается у нас в западноевропейском регионе, и пик которого приходится уже на XI век, мы должны вспомнить истоки появления данного военного колонизационного направления. Вспоминаем наши первые лекции, которые были посвящены зарождению средневекового мира, и мы с вами говорили о том, что с приходом христианства встает достаточно серьезный вопрос перед воинами, и находящийся на службе у императора. Как может христианин держать оружие? Вопрос именно ведения военных действий. И мы с вами говорили о том, что святой Августин сформировал в своем труде идею как раз священной войны. Война, по его мнению, это зло, но зло, которому приходится прибегать в избежание еще большего несчастья. И святой Августин говорит о том, что есть дурные войны и хорошие битвы. И если христианин, который надевает воинский пояс, после отказа от него все еще отлучают от церкви, то не за военную службу его могут отлучить, а именно за неверный выбор. Этот канун как раз был утвержден на Никейском соборе, это 12 канун Никейского собора. И в дальнейшем святой Августин в своей работе также говорил о том, что, с одной стороны, война, конечно же, это зло. Он говорит об обязательном неприятии несправедливой войны. Война – это бич человечества. Но есть справедливая война. И он говорит о том, что обычно справедливыми войнами называют те войны, которые ведутся для того, чтобы отомстить за оскорбление, возместить ущерб, понесенный одним народом, другим. И, конечно же, война – это душевная война. Человечество, ведя войны, справедливые войны, она будет нести вот эту душевную войну. Но человек отданный, воин Христов, не должен об этом задумываться. Он – слуга закона, он обязан ответить насилием на насилие. И вполне естественно, святой Августин говорит о том, что, да, есть войны, которые физические, а есть войны, которые, мы говорим, духовные войны, войны, в которых мы сражаемся с невидимым противником. А вы же, воины Христовые, сражаетесь против видимых противников, против варваров. И вот эта идея священной войны, которую сформулирует Аврелий Августин, император Феодосия II в 1416 году, формирует в виде декрета. Он говорит о том, что в армии христиане обязаны служить. Возникает вот такой симбиоз христианской церкви и государства, политики и религии. И, конечно же, формируется вот эта концепция, когда начинается у нас справедливая война. А справедливая война, она должна начинаться в том случае, если исчерпаны все мирные средства. Вы пытались договориться со своим противником, но он не пошел навстречу. Все мирные средства были исчерпаны. Справедливая война должна быть предпринята ради справедливой цели, с чистыми намерениями, с защитой или возвращением похищенного имущества. И вот решение о начале войны должно приниматься государственными властями, а не частными лицами. Обращаю ваше внимание, не частными лицами начинается война. И действительно у нас вот эта идея священной войны, и она активно используется в Европе. Посмотрите вот на эту небольшую табличку, которая перед вашими глазами. Что мы видим? Мы видим о том, что эта концепция активно используется. В 721 году мы видим, что когда, напоминаю вам, в 711 году у нас арабы завоевывают Перемейский полуостров, образовывается там Кордовский халифат. И в 721 году папа Григорий II призывает в франках сражаться против арабов в Тулусе. Чуть позже, вспоминаем, в 753 году папа Стефан II приезжает на коронацию Пипина Короткого и призывает его пойти справедливой войной против Лангобарда. В 778 году Адриан I просит Карла Великого также прийти ему на помощь и сразиться против Лангобардов, против неверных. В 853 году Лев IV воюет против арабов в Южной Италии. И вот эта концепция священной войны, она уже, мы видим, сформулирована у нас на территории западноевропейского региона. Но вот эта концепция священной войны у нас есть и на Востоке. А на Востоке вот эта концепция джихада зарождается у нас во время жизни Мухаммеда. Изначально Мухаммед объявлял священную войну против язычников-арабов. Но уже в период правления первых четырех праведных халифов идея джихада трансформируется. Она превращается в идею подчинения мира, в мир ислама и в мир неверный. И, конечно же, вот эта идея священной войны, как мы видим, формируется параллельно в двух таких регионах. Только одна концепция в русле христианского вероучения, а другая концепция священной войны сформулирована на контексте исламского вероучения. И что же у нас происходит дальше? А дальше происходит следующая идея. Давайте немножко мы с вами вспомним, что у нас происходит на Перелийском полуострове. Вот эта карта эпохи реконкиста, она очень хорошая, потому что она позволяет нам внимательно посмотреть этапы освободительного движения. Значит, напоминаю вам, реконкиста приводится дословно как освобождение. И мы с вами говорили, когда проходили арабский халифат, остановление арабского халифата, мы с вами говорили, что во время завоевания Перелийского полуострова, с 711 по 714 год, была не завоевана маленькая область. Вот как раз она у вас тут показана. Север Примея, Павьеда становится центром сопротивления, начинается эпоха Реконкиста. И эпоха Реконкиста слилась с 8 по 15 век. То есть 7 веков, 7 столетий отвоевали Перелийский полуостров. Подумайте, завоевали за 3 года, а отвоевывают за 7 столетий. О чем это свидетельствует? А это свидетельствует о том, что уже в период существования Кардовского халифата происходит ассимиляция местного населения завоевателями. Они уже адаптировались, ассимилировались под те реалии, которые существовали в Кардовском халифате. И те ценности, те идеи, которые несла в себе христианская цивилизация, не находила широкого отклика среди местного населения. И, конечно же, вот эта идея священной войны, которая у нас формируется, она также не нашла такого активного поддержка в первых веках. Посмотрите, да, то есть в 8 веке очень маленькая область, которая была отвоевана представителями реконкисты. И только уже начиная к 10 веку, смотрите, какими активными темпами начинается отвоевание данной территории. Почему? Ну, по мнению итальянского историка Франко Кардини, это обусловлено тем, что в этот период священная война тесно перебылась именно с идеей военных действий или оправдания военных действий. Вот именно в западноевропейском регионе священная война абсолютно тесно связана с идеей военного движения. В Византии священное войско или священная война распространялось исключительно понимание, как борьбу с язычниками, распространение христианской веры, желательно мирными методами. Но если мирные методы не помогли, то использовалась военная какая-то риторика, когда были небольшие военные завоевания. Но если мы посмотрим на историю Византийской империи, то мы увидим, что не было вот этой насильственной миссионерской деятельности. Византийская церковь воздерживалась от предания оружия и вот этой войне сакрального смысла. А вот Римская церковь, как раз, которая оказалась перед необходимостью ассимилировать и, скажем так, частично нейтрализовать и частично свести на нет вот это нагруженное религиозно-мифическое содержание военных традиций германских народов, она как раз начинает использовать вот эту активную военную лексику, вот эту идею воинствующего миссиониста. Вот эта милитаризация ценности ярко проявилась именно в контексте появления империи Карла Великого. Здесь появляется как раз тенденция к превращению военных стычек христиан с мусульманами именно в эпизоды религиозного противостояния. Важно подчеркнуть, что вот такие умы и настроения сначала подразумевались, чем выражались открыто. А вот к X веку как раз серия столкновений между арабами и христианами приведут как раз уже к открытым таким военным действиям, основанным на открытом таком религиозном конфликте свой-чужой. И что у нас появляется? С чего начинается такая эпоха реконкисты? Наверное, таким ярким примером, ярким таким толчком, который приводит к появлению религиозного противостояния, является эпизод с кордовскими мучениками. В 850 году в Кордове около 50 мужчин и женщин нарушают запрет на проповедь против закона пророка. И они открыто выступили с христианской деятельностью. И за счет того, что они нарушили местные законы, согласно исламским законам, нельзя было открыто проповедовать христианское вероучение, они принимают мученическую смерть. И судя по всему, в основании их поступка лежало не столько стремление к мученичеству, сколько желание приблизить конец света. Ведь считалось, что когда Евангелие будет возвышено всем народом, то настанет конец света и страшный суд. И в 858 году два монаха из ордена святого Бенедикта, который находился в Сен-Жармане, путешествовали по Испании. Они искали мощи святого Винцента, прибыли в Кордову и узнали о как раз деятельности картофских мучеников. То есть, смотрите, 8 лет прошло после вот этой смерти картофских мучеников. И тогда они принимают решение и вывозят от тела трех мучеников. И вполне естественно, они прибывают в Сен-Жарманский монастырь, то они рассказывают историю картофских мучеников. И эта история, она как раз изложена в источнике святого Евлогия, памятная книга святых. Конечно же, данное событие, данное действие картофских мучеников произвело сильное впечатление на Западе. И в течение долгого времени оставалось таким образцовым примером. И спустя 4 века францисканцы сделали из картофских мучеников настоящий пример для подражания. В дальнейшем, да, вот эти эпизоды с картофскими мучениками, это становится толчок для развития следующего такого яркого культа, который приобрел широкое распространение на территории Перемейского полуострова, а именно культ святого Иакова. Пульт святого Иакова связан тесно с дорогой святого Иакова, вернее, с формированием паломнического пути, который вошел в историю как дорога святого Иакова. И давайте посмотрим, откуда вообще взялся данный паломнический путь. Напоминаю вам, да, что в королевстве, которое было основано годом Пелагием в 1720 году в городе Абьеда, который становится центром реконкиста, утвердился тот вид христианской веры, который будет достаточно прочно ассоциироваться именно с национальным характером жителей Иберии. Дело в том, что после того, как арабы завоевали Перемейский полуостров, создается мусс-арабская культура. В контексте вот этой мусс-арабской культуры появляется высшее духовенство, которое склоняется к мирному существованию с мусульманами. Поэтому они делают такую скрытую ступку строгому исламскому монотеизму в виде доктрины Талецкого епископа или Пранда. Согласно концепции епископа или Пранда, Христос был избранным, усыновленным самим Богом, но божественное существо при этом осталось только одно. Реакция на это учение была очень яркой. Те вот как раз территории, которые не были завоеваны арабами, в частности Абьеда, не приняли данную концепцию и они выступали именно категорически против. И вполне естественно, что в пику существующему учению начинается развиваться культ святого Иакова. Почему именно святого Иакова? Дело в том, что в начале IX века в Галисийском городе Компастелло были обретены мощи этого апостола Иакова. И по легенде, эти мощи море чудесным образом принесло на северо-западный берег Испании. Иаков традиционно считался проповедником христианства на Пиренейском полуострове. И вполне естественно, что обретение данной религии существенно повышает статус церкви Астурийского королевства делает ее равна всем существующим церквям, основанными апостолами, то есть равна римской, александрийской, антиохийской, константинопольской церквям и позволяла вполне успешно конкурировать с этими церквями. Астурийская монахиня опиралась на культ святого Яга или Сантьяга, чтобы отстоять свое преемство и сплоотношение к Вискотской короне. Таким образом у нас формируется концепция о том, что Вискотская церковь это та церковь, которая некогда была основана апостолом Иаковым. И с этой целью была разработана также концепция, основанная на том, чтобы прервать вот это арабо-берберское вторжение. Был разработан также крупный проект нового заселения долина реки Дуэра, который охватывал как новые населенные пункты, так и старинные города, чье население к этому времени сильно сократилось. А реализация этого проекта стала еще возможной потому, что в то время почти во всей Европе, как я уже сказала, это климатическое потепление, сильный демографический подъем, который достигается его апогея именно в период с 10 по 12 века. И вполне естественно появляется большое количество мнений, которые заинтересованы в освоении новых земель и в получении больших богатств. А я вам всегда говорила, самый быстрый способ накопления богатства – это война. В этот период времени реконкиста, если мы посмотрим на карту, идет достаточно активными темпами. Смотрите, вот 9 век, вот у нас 10 век – это пик развития. И чем это было еще обусловлено? Это еще было обусловлено тем, что к 10 веку вспоминайте Кривнейскую реформу, о которой мы с вами говорили, которая проходила на территории Священной Римской империи. Но незабываемо о том, что Кривнейская реформа касалась всех монастырей, которые находились под патронажем обатства Кривней. И в том числе Кривнейская реформа затронула частично Кривнейский полуостров. И вот при поддержке как раз обатства Кривней создается целая сеть дорог, которые пересекали Германию, Италию, Францию, сходились у подножия Пиренеев. И оттуда шла вот эта дорога в Галисию, через Навару, к Кастилью мы видим, до Леона, Сторию. И доходил до самого Сантьяго. Дорога, ведущая вот именно к знаменитому святилищу, одновременно соединяла множество мест поклонения, порой весьма очень важные. Каждое место обрастало своими реликвами, легендами, чудесами. Вдоль этой дороги строились мосты, приюты для паломников, создавались религиозные братства, которые заботились о странниках. Также вот этот паломнический путь, дорога Святого Иакова, вызвала к жизни обновление многих церковных институтов. И вполне естественно потребовала и нравственной реформы, о которой мы уже говорили в контексте клюнейской реформы. И почему возникает, почему областство клюней берет на себя обязательства создания вот этого паломнического пути? А дело в том, что в этот период времени на Пиренейском полуострове, как мы уже с вами вспоминаем, появилась испанская марка. У нас постепенно происходит проникновение французских рыцарей на территорию Пиренейского полуострова, в частности, из герцогства Квитания. У нас появляется Наваррское герцогство. Постоянно идут столкновения с арабами. И Аль-Мансур прекрасно понимал, что если он не остановит данное движение, то рано или поздно кордовский халифат потеряет свое единство. Поэтому Аль-Мансур организует достаточно жесткое контрнаступление. Кульминацией вот этого жесткого контрнаступления стала осада города Компостела в X веке. Город подвергается разграблению, разрушению. И надо отметить, что мощи святого Иакова, находившиеся там, осквернены, не были. Но вот это движение, военное движение Аль-Мансур, это был не просто военный поход. Это был такой демонстративный поступок, который произвел совершенно обратный эффект. А эффект этот заключался в том, что воины, которые погибли в борьбе с Аль-Мансуром, стали восприниматься как мученики. Вполне естественно, в этот период времени многие паломники стремятся пойти и поклониться мученикам. И здесь еще как раз опять накладывается мученическая смерть кордовских мучеников. То есть начинает накладываться одно на другое. То есть формируется такое мощное религиозное движение, паломническое движение на территорию Перемейского полуострова. И вот это мощное паломническое движение совпало с тем, что кордовский халипат располагается на большое количество мелких эмиратов. Формируется такая мощная концепция паломнического движения. И эту дорогу паломнического движения берет на себя организация калинистское обадство. А вы вспомните, потом у нас начинается борьба за инвеституру. И в контексте этой борьбы за инвеституру фактически побеждает церковь. И фактически церковь является точкой объединения. Именно объединение Европы происходит на фоне именно религии. И паломнический путь, если мы посмотрим внимательно, он начинает проходить как раз очень близко к ничейной зоне, к этой пограничной зоне, существующей между Кордорским халифатом, а потом и Кордорским эмиратом, и между Испанскими королевствами. Ситуация меняется кардинально на Беремейском полуострове, когда к власти приходит испанский король Фординат I. В 1037 году он был предвзглашен королем Кастиле Илеону. Он начинает военные действия, он присоединяет к своим владениям долину Рекидуэра. Каимбра была взята в 1064 году. При этом, прежде чем захватить город Каимбру, Фердинанд совершил паломничество Компостелу и попросил святого Иакова поддержать его в этом предприятии. И после этого начинает ходить легенда о появлении Сантьяго в разгар битвы при Клавихо. Также папа Александр II публикует Буру, в которой говорится о том, что тем, кто направляется в Испанию, отпускаются грехи. И в этот период времени мы понимаем, что у нас начинается такое мощное военно-религиозное движение. Таким эпохальным эпизодом в этом движении это осада Барбастру в 1063-1064 годах. Фактически это был тот пункт, вот та точка отсчета, после которой начинается стремительное завоевание Перемьевского полуострова христианами. Фактически вот именно почему осада Барбастра. Дело в том, что как раз здесь соединилась именно вот эта концепция религии и войны. Именно тем, кто участвовал в осаде Барбастра и отпускались в грехи. Ну и если мы подведем краткие итоги, то мы, конечно, здесь должны сказать, что в Испании в X-XI веке в контексте эпохи реконкисты, я не буду подробно говорить именно о основных этапах реконкиста, об этом вы можете прочитать в учебнике по истории средних веков, здесь достаточно все хорошо прописано. Нам нужно было как раз понять, откуда же зарождается вот эта концепция соединения войны и религии, да, и каким образом реконкистов повлияло на формирование идеи крестоносного движения. Итак, буквально подводим итоги. Что мы видим? Мы видим, что вот в X-XI веке формируется достаточно это сложное явление. Составными частями вот этого сложного явления станут военные экспедиции, а также целый комплекс религиозных и духовных достижений, которые впоследствии станут толчком для формирования идеи крестоносного движения. Само вот это название крестоносного движения употребляется намного позже, оно скрывает под собой различные явления, но нам важно выявить следующие причины. Первое это осознание необходимости борьбы с мусульманами и вот эта борьба с мусульманами распространяется не только на территорию Пиренейского полуострова, а начинает распространяться и на весь исламский мир. Европейцы начинают мыслить весь исламский мир как единое целое. Поэтому крестоносного движения это логичное продолжение рекомкисты, которая началась в восьмом веке. Это во-первых. Во-вторых, идейные основы для движения божьего мира, которого требовалось как перемирие в феодальных войнах на сорок дней, вспоминайте, идеи божьего мира, сорок дней, в течение которых князья не имели права вести военные действия. Куда деваться вот этим военизирующим элементам? Конечно, они призываются на борьбу с неверными. И эта борьба с неверными сопровождается захватом добычи земель. Эта борьба является источником новых ресурсов. Эти ресурсы как раз могут компенсировать потери от неизбежного прекращения конфликтов между рыцарями, которые объявлялись в контексте божьего мира. То есть вот этих сорока дней. И фактически церковь, которая взяла на себя обязательства объявления божьего мира, она вот этот военизирующий элемент направила на Перемейский полуостров и в дальнейшем будет направлять уже на восток. И для того, чтобы вот этот экскорт насилия был освящен церкви, чтобы он был законным, появляется понятие отпущения грехов, то есть через индульгенции. Вам отпускаются грехи, потому что вы участвуете в справедливой войне, которая превратится в священную войну. И в дальнейшем мы видим, что реконкиста стал толчком как раз для того, чтобы начать крестонос движение. Каковы были причины крестоносного движения и предпосылки к крестоносному движению, мы поговорим об этом на следующей лекции. движения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...